Это будет дурбалам. Дурбалам. Плохая сила, дословно. Сила, которая... А тогда это, наверное, не Тат-Пуруша, а как же это называется-то? Бахуврихи? Тот, у которого... Да-да-да. Тот, сила которого плоха. Слабосильный. Да, слабосильный. Так, это мы сейчас перевели это или осмыслили на уровне морфологическом. Да, это бахуврихи. А что это с точки зрения сказания? С точки зрения... Ой, извините, синтаксиса. Не доспал слегка сегодня. С точки зрения синтаксического анализа. Дурбалаха. Опять же, помните, все еще раз должны заострить свое внимание. Есть анализ, мы делаем анализ, начинаем. Ну, здесь сложно сказать. Наверное, надо начинать лучше всего все-таки с синтаксического анализа, а потом уже специфицировать конкретно каждую форму, словоформу, что это с точки зрения морфологии. Ну, иногда, может быть, наоборот. Главное, чтобы в конце концов мы понимали. Да, вот с точки зрения синтаксиса что-то... Ну, это, наверное, предикат, да? Нет? Предикатив, да? Предикатив, да. Предикат – это все сказуемое. А чем предикатив, чем он может отличаться? Чем он отличается, по сути, от чего? От определения. Ну, определение, наверное, должно впереди стоять. Это формально, да. Это не по сути. А формально обычно стоит впереди, перед определяемым словом, а предикатив обычно стоит после определяемого слова. А по сути, если по структуре... Ну, по сути, это сказуемое. По сути, это часть сказуемых. То есть, определение относится к именной группе, nominal phrase. Да, а это относится к глагольной группе. К глагольной группе, да, да. Вот, все-все поняли, да, снова спута должна была. Да, хорошо? Отлично. То есть, предикатив, будучи слабосильным, будучи слабым. Да, или коль скоро он был слаб, или поскольку он был слаб, как-то так, или будучи слабым, будучи слабым, а ты бхараваганат. То есть, это, опять же, относится к глагольной группе. То есть, это такое вот обстоятельство, которое связано с предикативом, поскольку, да, будучи слабым, из-за несения чрезвычайно большого груза, как-то так. Да. Понятно, да. И он, абхават, он стал мумуршур, Ива. Мумуршу, это, ну, это как-то подозрительно напоминает что-то перфектное, но я тут не уверен, как это перевести. У нас есть что? У нас есть муму. Что такое муму? Муму, 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 муму. Что это? На что это похоже? Это... Дезодоратив. Это удвоение, то есть, дезодоратив, он образуется путем удвоения, плюс путем... А, еще добавляется «щ». Ну, она здесь... Сэ, сэ или шэ, да. Да-да, ну, на английском лице он сананта, да, добавляется сананта. То есть, получается, мумуршух. Мумуршух, да. А откуда здесь шэ? Что это такое? Так, это суффикс дезодоратива. Он са, он, строго говоря, са. Но в результате, в результате, после «Р», по правилам внутренней вассанхи... По правилам, ну, в данном случае, это «натый» называется. Да, очень хорошо, да. Я просто вас немножко пытаю, поскольку пока еще не знаю, но вижу, что грамматику вы очень даже помнили. Ну, это Владимиру спасибо, я у него учился. Отлично, отлично, да, я впечатлен. Так, отлично, да, значит, он мумуршух, то есть, как вы переведете? Мумуршу. Мумуршу я вот не... Да, ну что, это дезодоратив от чего? Ну, мур, надо корень мур посмотреть. Не мур только, а корень муры, это будет гунджанам. Это бедалка сегунджанам, это мрр. А, то есть ему хотелось умереть? Мрр, да, это корень мрр. А, ну, понятно. Между прочим, это когнат русского, ну, когнат через проиндоевропейский, так сказать, тоже, что смерть, мор, смортис, умирать, вот, латышская навы, между прочим. Смеркаться. Как? Смеркаться тоже. Смеркаться, наверное, да. У Тоборова есть статья про глагол умирания, вот, и там разбираются эти все переходы, как смеркание переходит в смерть. Ага, отлично. Смурной не оттуда. Как? Смурной. Смурной, ну, смурной это вот, в смысле, смурной, потому что у него сумерки на лице, вот поэтому смурной, я думаю. Но сумерки это не оттуда, нет? Сумерки тоже Тобор упоминает, я не помню. Наверное, наверное, сумерки, сумрак, сум, мрак, сум, может быть, суморок, может быть, сумрак, это все-таки суморок, это морок, морок морочить, вот что это такое. В трехтомнике Топорова, который, я надеюсь, вы читаете перед словом. Да, это муха-мурга, это то, что в санскрите муха-мурга, я так думаю. И смр, вряд ли оно, с корнем мр, в смысле, морне, в значении морна. Ну, это так, я не специалист по... Вот как Эдгар Зигфриевич достает вечно своего кали, а я вам скажу, доставайте своего Топорова, чтобы ваш трехтомный Топоров был читан. Что значит, как я задаю, ядха, я достаю Татха, и вы достаете. Нет, нет, нет. Ядха, я достаю кали Татха, и вы достаете кали. Ядха, вы достаете Топорова Татха, и я бы желал тоже достать Топорова. Нет, нет, одно другому не мешает, так сказать, пур на твей. Отлично. Хорошо, Максим, так. Значит, он был как бы желающим умереть. Ну, вот мы перевели, так сказать, дали такой, как я называю, дословный, вспомогательный, да, не буквальный, да, не буквальный. Вот есть в русском языке есть буквальный, он не буквальный, он же не буквы переводит. Мы переводим вот каждое слово, вернее, словоформу, да, и поэтому он будет, это не то, как говорят некоторые коллеги, филологический. Вот собрались идиоты-филологи, наставили всяких своих двойных и тройных скобок и выдали нечто малочитаемое, да. Вот малочитаемый – это плохой просто перевод, да, вот он есть, он не филологический, а плохой. Хороший перевод, он может быть трудночитаемым, но это определяется контекстом, да. Ну, мы сделали вот такой дословный, возможно, более перевод. И давайте попробуем, переведем теперь, дадим нормальный перевод, да. Здесь простой повествовательный текст, ну, примерно так. Продолжение следует... Продолжение следует...